Привет, сейчас мы будем делать пакетрейсер 8.4.1.2. Скачиваем инструкцию, сохраняем ее, сохраняем и открываем с помощью Adobe Acrobat Reader. Вот она открылась, здесь нам нужно будет заполнить таблицу наших устройств. Ее нужно будет заполнить, сохранить и отправить вместе с ПК файлом. Который я сейчас и скачаю. Открываем его с помощью пакетрейсера. Сейчас он загрузится. Я сразу подготовил себе блокнотик, я тут кое-что объясню. Сразу могу написать здесь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И здесь можно тоже 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вводим свое имя, email, дополнительную информацию, подтверждаем, да. Открываем инструкцию, можно закрепить ее сверху. Я разверну ее. И давайте делать. Здесь нужно все прочитать и делать по шагам. Но так как я уже помню, что тут нужно делать, я буду просто делать. Нужно настроить первый коммутатор, мой маршрутизатор. Открываем модную строку его. Enable. Configure Terminal. Вроде правильно я писал. Видите, хостнейм у нас поменялся. Вот здесь. Идем дальше. Line. Консоль 0. Пассворд. Циска. Дальше. Логин. Обязательно. Теперь следующая линия. Line VTI 0.15. И тут тоже пароль. И тоже циска. Выходим сюда. И здесь мы пишем. Enable Secret. Класс. Подтверждаем. И сервис. Пассворд. Энкрипшн. Чтобы зашифровать все незашифрованные пароли. Далее нужно настроить баннер. Баннер. Мотоды. И здесь написать что угодно. И что мы видим. Здесь нас спросят это все настроить. В первом институте мы это все настроили. Проверить можно нажав Check Results. Assessment Items. Мы видим что branch A. Баннер. И все подобное мы настроили. Осталось настроить порты. Для этого снова заходим в него. Интерфейс. G. 0.0. Здесь IP. Адрес. И мы видим что нам говорится что для LAN A1. Это вот эта вот сеть. Где один коммутатор и 500 хостов. У нас вот такой IP адрес. Мы его копируем. Сразу вставляем в таблицу адресации. Но я этого делать не буду. Но вы вставляете. И все там задокументируйте. IP адрес. Вставляю. Только слэш нельзя. Нужно слэш 23 определить как маску под сети. Для этого я это написал. Вот у нас идет 255. 255. Это у нас 16 бит. И нужно еще 7 бит. Так как 23 минус 16. Выходит что еще вот столько. И 1 бит остается. То есть у нас выходит 255. 255. И 254. Сумма всех этих бит. Настраиваем. 255. 255. 254. И в конце 0. И еще здесь нужно не 0, а 1. Вот так вот. 1. Так как 0 это у нас адрес именно сети. А 1 это у нас адрес устройства. Подтверждаем. И пишем Notion Down. Все. Включаем интерфейс. И мы видим, что у нас здесь появился зеленый треугольничек. Идем дальше. Следующий интерфейс. Интерфейс G01. Снова IP адрес. Секунду. IP адрес. И здесь уже IP другой. Нам нужно его рассчитать самому. Так как я уже здесь написал. У нас вот так вот идет маска по сети. Поэтому в этих пределах у нас меняется адрес. Так как у нас первые 2 уже заняты. А здесь 16. Логично предположить, что в следующем, так как здесь слэш 23, будет здесь 18. И здесь опять же 0. И это уже будет не слэш 23, а другое. Слэш 24, если что. Один добавляется. Идем дальше. 172. 20. 18, как я и сказал. 1, опять же, вместо 0. 255. 255. 255. 0. Здесь 255, потому что 24, 24 бита, это вот так. Все. Подтверждаем. Снова включаем интерфейс. И мы видим, что здесь тоже зажеглась зеленый треугольничек. Остался один интерфейс. Интерфейс G02. Он самый простой, так как по нему данные уже есть таблицы. Просто их переносим. Вставляем кнопочкой Paste. Копируем, вставляем, утверждаем. Ой, IP-адрес забыл написать. IP-адрес. И опять же, включаем интерфейс. Все, интерфейс включен. Везде зеленые треугольнички. В этой, на этом маршрутизаторе. Поэтому, давайте нажмем Check Result, чтобы далеко не уходить. Сразу проверим. И мы видим, что Branch A полностью настроен. Везде галочки. Возвращаемся сюда. Его можно закрыть и настраивать следующий. В следующем у нас уже IPv6. Но сначала его настраивать так же. Просто Enable. Configure Terminal. Host Name. Branch B. Дальше. Line Console 0. Здесь у нас пасворд. Циска. Логин. Дальше. Line. Ой. Line VTI. 0.15. От 0 до 15. Пасворд. Тоже циска. Как у нас задано в инструкции. Дальше выходим. И. Enable. Enable. Secret. Класс. Теперь. Опять же. Как и в том коммутаторе. Password Encryption. И. Баннер. Мот. Любой баннер. Все. Настроили начальные параметры. Дальше настроим интерфейсы. G00. Здесь тоже есть для G00 у нас IP. Копируем его. IPv6 в этот раз. Поэтому пишем IPv6 адрес. Вставляем. И здесь важно убрать вот эти два нуля. И поставить здесь единичку. Вот. Так как без единички это у нас адрес всего узла. С единичкой это у нас адрес первого устройства в сети. А нули нужно убрать, чтобы оно засчитало нам баллы. Иначе оно баллы не засчитает. Хотя тоже будет правильно. Сохраняем. Теперь давайте IP адрес. Здесь вставляем у нас link local. Вот он у нас дан. Вставляю и пишу link local. Link. Секунду. Ой. IPv6. Вот почему оно не. Там вам не вставляется. IPv6. Link local. Все. Сохраняем. Включаем интерфейс обязательно. И переходим к следующему. Интерфейс G01. Делаем тоже самое. IPv6. Можно кстати с стрелочкой вверх перебирать команды и их просто менять. Например, link local у нас такой же. Просто нажимаем enter. А вот здесь у нас меняется. Так как FF это у нас максимальное. Смотрите. Опять же блокнот. У нас идет двоечная система. У нас идет как бы 4 числа. У нас было 00FF. FF это уже максимальный. Значит следующий будет просто единичка дальше. То есть 1, 0, 0. Вот так вот. Ставим здесь. Секунду. Убрал двоеточие. Вот здесь. 1, 0, 0. И тут тоже 1 оставляем. Подтверждаем. И включаем интерфейс. Все. Интерфейс включен. Все настроено. Остался один. Интерфейс G02. Здесь тоже все дано в таблице. Поэтому здесь проблем точно не будет. Копируем. Вставляем. Отверждаем. Ой. IPv6 адреса забыл написать. IPv6. Адрес. Секунду. Пробел. Все. Пробел. Notion. Down. И находим, где я прописывал link-local в последний раз. Вот. Тоже link-local. Сохраняем. Давайте теперь проверим. Маршрутизаторы наши. И все. Полностью маршрутизаторы я настроил. Осталось настроить компьютеры. Это будет очень просто. Самое сложное было именно настроить маршрутизаторы. Идем дальше. Открываем первый компьютер. этот IP в качестве дефолт-гет-эвэя. Использоваться. Поэтому его мы сюда исправим. Сюда. Ой. У нас же там 16 было. Где дефолт-гет-эвэй. Вот так вот. Вот. Здесь у нас 16.1. Мы это скопировали. Идем дальше. Subnet mask у нас такая же. 255.255.254.0. Для этой сети. Вот у нас первая. Здесь у нас была маска 254. Это будет все не забывать, если вы заполняете эту таблицу. Так как я не заполняю, я только по памяти это все делаю. Так, 254. Только здесь у нас... А, настраиваем. 172.168. Здесь у нас нужно назначить... Так как у нас этот компьютер выражает все узлы, нам нужно назначить ему последний адрес этой подсети. Поэтому здесь будет 17. Так как следующее у нас уже 18 вот здесь. У нас здесь 18.0. А, значит, здесь будет 17.254. Так как 17.255 это широкомещательный адрес для этой подсети. Вот так вот у нас все выходит. 17.254. Это вот так вот. Здесь ничего не меняется. Да. Все. Закрываем. Можно сразу проверить на всякий случай. И... DNS сервер я забыл. И неправильно IP адрес указал. Смотрим. Компьютер 1. IP конфигурация. IP адрес. Вроде как я указал правильно. Давайте думать, почему нет. 172. Потому что тут 168. Я не знаю, как так вышло. Но здесь 20. Это я по привычке, наверное, написал. И еще нам нужно указать DNS сервер. Вот у нас DNS сервер. Вот его IP. И просто его сюда вставляем. 172. 20. 32. 10. Вот. Закрываем. И теперь можем проверить. И да, в первом компьютере мы все настроили правильно. Также настроим и второй компьютер. А для третьего и четвертого там уже нужно будет IPv6. Хотя тоже все довольно просто. Свернул случайно. Вот IP конфигурация. Так, ставлю 172. 20. У нас было 18. 254. Это у нас вот такая подсеть второго этого. Я ее уже показывал. Но сначала я рассказывал, как она так получилась. Дальше у нас маска подсети. Здесь у нас 255. Опять же, это вся подсеть. У нее такая маска подсети. Дефолт ГТВ у нас 172. Ой, 20. 18.1. Первый адрес этой сети. И DNS сервер. Такой же, как и там. 172. 20. 32. 10. Все. Можно видеть, что у нас 61 балл. Уже. Опять же, сразу проверю, чтобы потом все это не лазить. Проверяю. Да, второй пока настроен правильно. Осталось настроить третий и четвертый. Открываем третий. Десктоп. IP конфигурация. Здесь мы уже IPv6 меняем. IPv6 меняется просто. Добавляется в конце единичка. Вот у нас IPv6 этой сети. Секунду. Скопирую. Правильно. Скопируем. Вставляем. Опять же, убираем нолики. Это спишем сюда. И в конце ставим, так как здесь 1 у нас было, здесь 2, здесь у нас 3 будет. По крайней мере, должно быть. Default getaway. Он у нас такой и есть. Только опять же, убираем нолики. И слэш. И здесь 1. Вот. Первый, второй, третий. Я, правда, не верен, что здесь назначен. Но, по сути, должно быть так. И DNS сервер тоже копируем. 2001, двоеточие, db8, двоеточие, фейт, двоеточие, 1000, два двоеточия, 1. Вот. Ой, не 1, а 10. Вот. Вроде как все так. Окей. Закрываем. И давайте смотреть check results. Setsment items. И нет, я что-то настроил неправильно. Потому что дефолт GTV неправильный. И длина и маска тоже неправильные. Давайте думать. Так как у нас здесь... Так. Здесь подсеть имеет такой IP. IPv6. Он назначен здесь у нас. Чему он назначен здесь неправильно? Давайте пробовать здесь 2 в конце ставить. Так как вот это вот отображает подсеть. А это именно устройство определенное в подсети. А, я вспомнил. Нам же нужен последний. Тюм. Тогда у нас будет F, 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 F. И здесь последний там идет ABCDE. И, то есть, и. Вот так. Это должно быть так. Закрываем. И похоже, что нет. Что-то все еще не так. Смотрим. Еще. Фух. Здесь у нас L64 и тут. Это должно быть правильно. Прям вообще никак не может быть неправильно. То есть, проблема именно вот в этом последнем. Нужно подумать, как его правильно настроить. Возможно, здесь ABCDE поставим. Закроем. Тоже нет. Если здесь. Все. Я вроде понял. Здесь у нас должно быть в конце. Так как это у нас одна подсеть. Нам нужно последний подсети. Я посчитал, что это будет 1.0. И тогда все у нас должно быть правильно. И default gateway, и DNS. Я же DNS правильно переписал. DNS я правильно переписал. Закрываем. Видим 67 баллов. Давайте посмотрим, правильно ли это. Default gateway. А, я забыл default gateway. Секунду. Сейчас. Где он? Вот, default gateway у нас, этого компьютера, будет link local этой сети. Вот он. Закрываем. И видим 68 баллов. То есть, мы правильно настроили этот компьютер. Теперь также нужно настроить и второй. Открываем desktop. IP конфигурация. Я что-то копировал. Ладно. Я это копировал. Это gateway. Здесь я скопирую этот адрес, но его нужно менять. Убираем, во-первых, пробел в начале. Потом вот эти вот нули. 64. В конце тоже 10. А здесь не FF, а 1.0.0. Как я уже рассказывал про эту подсеть. Здесь 64. И DNS. Я его скопирую из этого компьютера, чтобы было быстрее. Вставлю. И закрою. И все. У нас 75 баллов. 75. Заполняйте таблицу, тогда вы не будете ошибаться, так как я. Это намного проще и удобнее. Сразу ее заполнять, потом сохранить и отправить вместе работ с пакетрейсером, который тоже сохраняем и отправляем в отдельную форму. На этом все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok